У тебя высокие стандарты и запросы на человеческие отношения. И ты в нашем высшем лидерском совете, ты всегда это очень четко воспринимаешь, очень четко, в хорошем смысле слова, охраняешь стандарты этих отношений. И для тебя важно, чтобы эти отношения, прежде всего, были отношения честные, продуктивные, партнерские отношения, с другими людьми, в компании, вообще везде. Поэтому за это тебе отдельная благодарность, как человеку, который зорко смотрит за соблюдением стандартов отношений. Я сейчас передаю микрофон многоуважаемому спикеру, гран-премьеру компании Global Intellect Service Наталье Сорокиной. Ну что, вот мы и добрались до финала. Мне не терпится перейти к моей теме. Так, я вижу свой таймер. Таймер у меня уже пошел. И, друзья, первое, что я хочу сказать, конечно, день сегодня просто потрясающий. И для того, чтобы у нас продуктивно прошла моя тема, мне бы хотелось от вас услышать энергию, аплодисменты. Вот прям по-настоящему, прям в кайф. Знаете что? Так я и сама могу. Можно как-то более? Вот. А теперь у меня вопрос. А почему с первого раза люди не делают на 100%? А если бы я сейчас сказала, а вот сейчас каждому, кто круто поаплодирует на 100%, я подарю лично миллион долларов. Вот реально, миллион долларов. Вот так. Как многое мы можем, да? Итак, друзья, моя тема сегодня – это победы. Это тот момент, тот ракурс, который мне сегодня хотелось разобрать. Почему кто-то преуспевает, кто-то побеждает, а кто-то нет? Почему кто-то ставит ставку на себя, а кто-то всегда пропускает? Почему кто-то получает призы по жизни, а кто-то всегда сидит на галерке вон там? Уважаемая галерка, здравствуйте. И первое, что мне хотелось бы у вас спросить, как вы позволите мне поработать с вами на этой теме? Вы позволите мне поработать официально, мягко, где-то, может быть, красиво или прям вот с душой? Вот прям. Я не слышу просто. То есть такие, да, любят вот так, чтобы с мясом, с кровью, с любовью, да? Хорошо, окей. В таком случае поехали. Первый вопрос, который мне хотелось вам задать на тему побед в жизни. Вот, кстати, наверное, расскажу в двух словах, почему мне эта тема стала важна. Буквально недавно я занялась прописыванием своих целей. Я уже целый месяц варюсь в этих настроениях, в этих мыслях о том, что мне сейчас важно, что мне сейчас не важно, как это будет происходить и так далее. И вот у меня сейчас лично в моем колесе баланса, а вы видите, да, что я изобразила что-то похожее на колесо баланса, появился новый такой вот интересный сектор, который называется победа. И первый вопрос, с которого я бы сейчас хотела начать. А тебе важно побеждать в жизни? А вот и нифига, а вот и нифига. Это только кажется. Тебе говоришь, ты победителем будешь? Да, буду. А если мы начнем спрашивать, а где у тебя стоят конкретные цели, где ты себя хотя бы заявил на победу, знаете, что будет? Будет вот такая вот фигня. Поэтому второй вопрос, который у меня есть, то есть очень важно первое, это, скажем так, знать свою точку А, знать, откуда ты отправляешься. И вот здесь возникает первый момент. Когда я общаюсь с партнерами, партнерами разных уровней, кто-то там только новичок вчера пришел, кто-то уже долгое время находится в партнерстве, то замечаю следующую вещь, что люди мне начинают говорить, ну ты знаешь, я вот там уже пробовал, уже там пытался что-то сделать, и мы сейчас можем говорить не только про бизнес, а вообще в целом про жизнь. И что происходит? Ну ты знаешь, у меня не совсем получилось. И люди начинают жить в прошлом. То, о чем сегодня Ирина говорила со сцены, что человек, у которого нет видения, нет вот этой точной точки А, равновесной точки А, он не будет двигаться вперед. Человек, который живет в прошлом, он все время смотрит назад. Как ходить, если у тебя глаза все время назад развернуты? И вот очень важный момент, это честно себе в точке А, где ты сейчас находишься, признаться, а мне это правда важно или не важно? Бывают такие периоды, буквально недавно у меня был разговор с одним из наших партнеров, я не буду, говорится, имена раскрывать, но был разговор. Она мне позвонила, но она была абсолютно не в ресурсе по своим каким-то ситуациям. И она говорит, Наташа, ты знаешь, давай спланируем с тобой ПСД. А я чувствую, что просто вот еще немножко и можно разреветься. Прям там, прям на месте. Я говорю, ты знаешь, мне кажется, что сейчас у тебя не очень-то как бы вот настрой на планирование каких-то побед. Давай ты выдохнешь, по-моему, сейчас тебе это не очень важно. Она говорит, ты знаешь, если честно, да. Если честно, хочется побыть самой собой, хочется отдохнуть пару дней и так далее. И вот этот момент уважительно относиться к себе в своей точке А, это ведь очень важно. Потому что, то есть бывает такое, что люди критикуют себя за то, что им какое-то количество времени не была важна победа. Ребят, ну не надо измерять себя собой вчерашним. Не надо равнять себя через себя вчерашнего. Ты уже не такой, ты уже не там. Второй момент, который я бы хотела подчеркнуть, второй вопрос, который будет вам полезен. А в моей жизни сейчас есть фокус на победу? Вот конкретно сейчас в моей жизни этот фокус есть или нет? Потому что, возможно, ты тусуешься с теми, кто сейчас нацелен на победу, но ты не нацелен на свою личную победу. Возможно, ты такая, знаешь, дружилка добрая, которая тут подружила, там подружила, там кустик пришла в офисе полила, печеньки принесла, там еще что-нибудь. Вот узнаете кого-нибудь? Это, конечно, не про нас с вами, это, конечно, про кого-то. Узнаете? И, возможно, у тебя конкретно у самого сейчас фокуса нет. Возможно, ты сфокусирован на чем угодно, но не на победе. Тогда, пожалуйста, не удивляйся, что когда приходит зачет, в этот момент не звучит твоя фамилия, хотя вроде бы ты тоже человек хороший. Как говорят, хороший человек не профессия. Есть ли в твоей жизни сейчас фокус на победу? И еще один момент интересный. Вот смотрите, наш фокус, когда у нас появляется фокус, это очень просто опознать. Ты это ни с чем не перепутаешь, потому что фокус, он подтягивает к тебе смысл, он подтягивает тебе даже твое инфополе. Это как, знаете, сейчас модное слово вибрации. То есть ты когда ходишь, ты на какой волне вибрируешь? Ты вибрируешь про цели, про достижения, про то, как это сделать? Или же ты вибрируешь про какие-то другие вещи? Это не из разряда лучше или хуже, просто когда нет честности в точке А, то как ты будешь выстраивать точку Б в этот момент? И вот, наверное, здесь такой момент, на примере спорта приведу. Как ты играешь? Когда выходит спортивная команда на поле, любой игровой спорт, то как она играет? Она играет, например, чтобы просто играть. Может, это просто предприниматели, которые иногда играют в футбол для того, чтобы держать себя в форме. Это просто фитнес, это же нормально? Бывает такая ситуация? Сто процентов да. То есть, возможно, ты просто играешь пока, чтобы быть в процессе. То есть, возможно, тебе пока важно быть, ну, я не знаю, допустим, помогать. Возможно, тебе важно делать какие-то дополнительные, не знаю, помогать лидеру. То есть, делать какие-то вспомогающие действия, которые не ведут тебя конкретно к твоей цели. Второй вариант. Возможно, ты играешь, чтобы не проиграть. Что ты играешь, чтобы не проиграть. То есть, тебе в принципе не так важна победа, лишь бы только, вот как говорится, не быть где-то аутсайдером. Но совершенно другой фокус у тебя формируется, когда ты играешь, чтобы выиграть. И вот в этот момент у тебя формируется определенное, модное слово сейчас, вибрация. И эти вибрации ты реально ни с чем не перепутаешь. Потому что, ну, к примеру, да, ты ведешь такой достаточно, ну, как здоровый образ жизни, здоровый образ мысли. Не то, что там фанателы, да, допустим, зожник, но тем не менее. То есть, ты ценишь развитие, в твоих приоритетах какие-то вот такие вещи. И ты приходишь случайно в компанию, в которой говорят, слушай, пойдем в бар там, что-то где-то там выпьем и так далее. Ну, то есть, там все плохо, будет еще хуже, и надо быстрее куда-то там уезжать и так далее. Скажи, пожалуйста, у тебя будет синхрон с этими мыслями? Нет, у тебя не будет этого синхрона. И вот точно так же важно понимать, что когда ты в фокусе, у тебя не будет синхрона с теми, кто не в фокусе. Поэтому, пожалуйста, определись со своей точкой А. Это вопросы, которые наподумать. И они не наподумать, и, знаете, впасть в депресняк на тему того, что, о, Господи, полгода у меня же не было фокуса. Что же делать? Нет, это вопросы о том, как скорректировать, оцифровать свою точку А. Это раз. И скорректировать ее, сделать ее тем стартом, от которого тебе будет комфортно расти и прыгать дальше. И третий вопрос, тоже очень важный. Почему мне это сейчас нужно? Почему мне это стало важно? Почему сейчас? Потому что вот этот вопрос, он будет тебя очень много раз поддерживать. Когда нам с Иваном стало важно закрыть квалификацию премьер, у нас были на это, то есть пока вот мы просто жили в формате, ну, мы идем же, да, какие-то циклы делаем в неделю, там, делаем деньги, зарабатываем и так далее. Но нам стало важно стать первыми премьерами в России. И вот в этот момент мы зарубились, конечно, уже не по-детски. Поэтому почему тебе сейчас это важно? И когда ты будешь идти к своим победам, а, возможно, ты к победам будешь идти за долгое время своей жизни даже, потому что бывают такие периоды, когда человек засыпает, он просыпается и думает, боже, три года прошло, что я делал? Я три года цели нормальной, там, не знаю, пять лет нормальной цели не ставил. И вот смотрите, ожидание и реальность. Здесь нужно понимать, да, что когда ты делаешь бизнес, дорога длинная. И если ты, вот сегодня Женя Нагиев очень круто об этом сказал, у тебя не должна быть попеременная вера в себя, в свой успех, в свою цель и так далее. Сегодня верю, значит, график как у охранника, сутки через трое. Я сутки верю, трое не верю. Но это как? То есть, ну, невозможно. Ожидание и реальность. Здесь очень важно быть настроенным на конечный результат. Смотрите, как обычно мы с вами, ну, как бы вот, допустим, я такая сегодня сижу, думаю, я запланирую себе быть партнером года на следующий год. И вот я уже в красивом платье, я уже на сцене выхожу. И это, наверное, сравнимо, ну, не знаю, сравнимо с ремонтом. Есть кто-то, кто ремонт когда-нибудь делал? Вот это счастье, да? Ты же, когда ремонт планируешь, ты что делаешь? Ты такой думаешь, вот я захожу в новую квартиру. Там так чистенько, хорошо, красиво, все замечательно. Когда наступает настоящий ремонт, то что происходит? Происходит очень много нюансов, очень много косяков. В общем, это счастье не для слабонервных. И происходит еще такая штука, что смета возрастает. Смета возрастает, скорее всего, ну, практически, наверное, у всех, кто начинает делать ремонт. Так вот, мне кажется, что решение, я сегодня об этом думала, когда Виталий Кавюшеев выступал, он говорит, смотри, ты просто ставишь себе задачу, допустим, открыть марафон, похудеть к лету, и ты думаешь, ну, вот я классный такой буду ходить в спортзал, но для того, чтобы тебе реально реализовать эту цель, потому что почему она тебе стала важна, ты сначала понимаешь, но потом для того, чтобы тебе реально реализовать эту цель, тебе придется заплатить смету. То есть, смета иногда реально оказывается выше, потому что тебе нужно поменять свое расписание, там, во сколько ты ложишься спать, как ты питаешься, тебе вот это вот все придется поменять. Так вот, обычно, да, реальность происходит вот такая, когда ты ставишь себе цель, по-настоящему реальная цель, которая тебя зажигает, например, ты решил стать премьером, ты сегодня сидишь, и ты даже еще не зарегистрировался, ты гость, ты сюда случайно пришел вообще посмотреть, что за люди делают этот бизнес, или ты, может быть, там, три месяца в этом бизнесе, и пока предел твоих мечтаний, ты думаешь, ну, если я М3 сделаю, будет круто. И сегодня ты сидишь и думаешь, а почему не премьер, почему бы быть это не мне, я тоже хочу быть премьером, все, я им буду, ты ставишь себе эту цель, и вот она, да, уже твой план, как получить награду, но реальность может оказаться вот такая. И смотри, на деле путь к успеху, это очень много разных эмоций, я буквально, ну, какое-то количество времени изучаю эмоциональный интеллект, изучаю очень много связанного с эмоциями, связанного, скажем так, со вкусом жизни. Так вот, очень большой косяк, когда у тебя пропадает энергия, происходит потому, что мы смешиваем все наши разные эмоции в одну кучу, то есть на деле что тебя ждет? У тебя воодушевление, страх, усидчивость, ты устал, у тебя опустились руки, у тебя поднялись руки, кто понимает, о чем я говорю? Ты проживешь это даже за один день, эти американские горки, знаете, песня есть, это увлекательнейший был аттракцион, да? Усталость, руки опустились, руки поднялись, шок, боль, разочарование, вдохновение, целеустремленность, вера, сила, много-много-много-много-много-много, очень много действий, и в твою жизнь приходит победа. Так вот здесь есть очень важный момент. Когда люди сталкиваются с какими-то разными гранями победы, то нам же всем приятно говорить про положительные чувства, воодушевление, целеустремленность, вера, сила и так далее. Но есть и обратная сторона медали, и очень часто люди обесценивают, реально обесценивают вот эти вот драйверы, о чем сегодня Дима Соловичук говорил. Что когда его не признали, когда его не приняли, когда он там не добился каких-то квалификаций, хотя ставил уже неоднократно для себя эту цель, то его это наоборот раззадорило. И вот я поделюсь с вами своим личным лайфхаком, да, когда есть какие-то, допустим, ситуации, которые меня точно так же там, как и любого человека, могут вышибить из себя, вышибить из колеи. И что я делаю? Я проживаю это как отдельный опыт, я не привязываю это ко всему процессу бизнеса. Я говорю о том, что так, вот сейчас я буду тренировать свою усидчивость, вот мне надо сделать там звонки, допустим, 10 звонков, а я, может быть, не очень люблю это делать. Я думаю, так, я прямо сейчас начну тренировать свою усидчивость, окей, я позвонила, потом я провожу встречи, мне, может быть, что-то там не нравится. Я думаю, так, прямо сейчас я буду тренировать свою целеустремленность. То есть я разделяю различные эмоции, и я не проглатываю их вот, ну, как вот один ком в горле, чтобы не подавиться. Это, кстати, тот лайфхак, который я для себя очень давно уже выделила. И есть еще один момент, когда ты много работаешь, а здесь есть люди, которые много работают, то иногда возникает ощущение, что у тебя опустились руки. Кто проходил через это? Я сегодня некомфортные вещи задеваю, потому что большая победа, она складывается из разных граней. Так вот, фишка вам от моего коуча персонального. Когда у тебя падают, опускаются руки, возможно, это не так, возможно, это просто либо физическая усталость, либо эмоциональная усталость. Физическая усталость – это когда ты просто много проделал, ну, работы, просто много наговорился. И просто сидишь и думаешь, все, больше сегодня ни с кем не хочу разговаривать. Вы понимаете, о чем я говорю? Вы дышите в унисон или с вами нормально, все? Просто какая-то обраточка должна быть. Есть второй момент, есть эмоциональная усталость. Когда ты очень много отдал энергии, реально ты просто много выдал энергии, остановись и восполни свой баланс. Просто остановись и восполни. Потому что бывает такое, что на пути к цели люди уводят себя в жесткий минус по своим собственным ресурсам. И потом еще три дня восстанавливаются. В этот момент ты становишься очень уязвим. Ты начинаешь думать, а то ли решение приняло, не то ли решение приняло. Может, мне цель надо было уменьшить, а может, вообще ее ставить не надо было. Может, она там не по плечам мне эта цель. Да нет, на самом деле с тобой все хорошо. Просто ты в балансе себя держи. Это твоя личная ответственность. И в моменты, когда что-то где-то происходит, когда ты работаешь с людьми, у тебя какая-то сделка, допустим, откладывается. Какой-то человек тебе позвонил и говорит, вот там, бла-бла. Знаете, откуда я это знаю? Что такое квалификация Гранд Премьер? Это очень много людей. И есть бонусы у этой квалификации. А есть вторая сторона медали. Тебе звонит очень много людей, но в основном никто не звонит с хорошими новостями. В основном все звонят, потому что у них что-то случилось. Это не потому, что у них ничего хорошего не происходит. Просто хорошие, они проживают сами, без меня. То есть это все нормально, все хорошо. Ты классно отдохнул, ты же не будешь звонить куратору и говорить, боже, я сегодня так выспался, мне так хорошо, у меня такое настроение. Нет. Все звонят только с тем, что Наташа, о боже, надо тут что-то делать. Боже, боже. И вот этот момент, как я не теряю фокус. Потому что этот вопрос мне часто прилетает. Вроде как, как ты столько лет идешь вперед, не теряешь фокус. Мы так, да уже ли у тебя все хорошо, неужели у тебя такая жизнь прям сказкой, вот все косяки валятся на людей, а у меня прям все безоблачно. Да нет. Просто когда происходит вот этот момент, ну, как круги на воде, да, когда какая-то вот эта рябь возникает, в этот момент я соединяюсь со своим фокусом. Я просто вспоминаю так, что мне важно почему, мне важно куда я иду. И из этого состояния я уже отвечаю этому партнеру. Из этого состояния я планирую какие-то вещи. Из этого состояния я могу отказать кому-то. Потому что я вспоминаю, что мне реально важно. Так, мне важно вот это. Это состыкуется с моей целью? Нет, не состыкуется. Значит, все, я это отрубаю. То есть вот таким вот образом это моя технология достижения результатов и не теряния, скажем так, без потери фокуса. Еще одна фишка, которую хотела с вами поделиться, это награды. Вот когда мы, да, у меня немножко заканчиваются тайминки, я чуть-чуть залезу, дорогие ведущие, сразу хочу вас предупредить. По поводу наград. Тоже недавний мой лайфхак, с которым я столкнулась. Вот смотрите, у кого было такое ощущение, что где-то происходит эмоциональное выгорание, когда вы много работаете? Проходили через это? Возможно, не в нашем бизнесе, а просто где-то на работе, может быть, в семье, в каких-то бытовых вопросах. Да всякое бывает. И по поводу наград буквально недавно я читала интересную книгу, и там было упражнение, что вот как бы когда ты много отдаешь, 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 ты где-то должен эту энергию черпать, и где-то ты должен эту энергию восполнять. Так вот, на тему восполнения энергии. Там было сказано, вы пишите 20 пунктов тех, которые будут вас восполнять, те действия, те ваши кайфушки, которые нас восполняют. И вот вы мне сейчас, наверное, скажете, «О, Наташ, ну это же самое простое, что может быть». Простое? А вот и нет. А вот и нет. Вы знаете, что на самом деле вот этот баланс любви к себе, когда ты идешь к своей цели, это одна из важнейших, скажем так, частей достижения успеха. Потому что дойти до цели в состоянии выгоревшем нафиг никому не надо. Это никого не мотивирует. Так вот, что касается наград, награды – это специи, которые добавляют нам вкус. Упражнение вам надо подумать домой. Вы пишите 20 пунктов, которые будут вас восстанавливать и восполнять на пути к вашим целям. Просто ради интереса выпишите. Я выписала 20 пунктов, и знаете, что оказалось? Что меня восполняют из них только три. А остальные меня восполняли года два назад, и сегодня это просто бытовые задачи. Просто бытовые задачи. И вот это умение вовремя прибраться в ваших собственных наградах, я точно могу сказать, что вы оцените. То есть вы будете достигать свои результаты совершенно на другой энергии, когда вы себя будете любить и благодарить. Полюбить себя, благодарить себя на пути к цели – это дорогого стоит. Еще одна фишка про победы. Как вы понимаете, я очень детально подошла к этому вопросу, начала его изучать. И теперь такой момент. А вы знали, что когда мы побеждаем, вот знаете, тотально, не просто побеждаем, я с утра проснулась и думаю, я поставлю себе цель, не знаю, съесть ананас. Подхожу, не знаю, в холодильник, а там нет ананаса. Я думаю, так, я не сдаюсь, сейчас все преодолею, иду в магазин, покупаю ананас, его съедаю. Ну, понятно, как бы это не та победа. Но когда ты испытываешь, когда ты замахиваешься на что-то, что тебе раньше было недоступно, даже хотя бы в твоей голове, потому что тебе духу, смелости не хватало, а может просто ты об этом не думал. Когда ты ставишь себе такого масштаба цель, какую-то нереально крутую, и когда ты ее достигаешь, то наш организм вырабатывает определенные гормоны. Дофамин, серотонин и так далее. И вот если вы когда-нибудь достигали чего-то такого, что кажется нереальным, вы знаете, что это за вкус победы? Вкус победы, когда ты такой немножко как опьяненный. Понимаете, о чем я говорю? И вот если вы никогда этого не чувствовали, ребят, я очень сильно рекомендую вам к этому, ну, хотя бы раз в жизни своей вырваться на этот уровень. Почему? Потому что когда ты один раз это проходишь, то потом ты это ни с чем не спутаешь. У меня пример почему-то с детскими макаронами. Помните, в нашем дорогом советском прошлом в садике нас кормили лапшой? Вот эти ужасные макароны, мы тогда не знали, что такое аль денте. Вот эти макароны, которые белые, слипшиеся, разваренные, жуть. Вот это в школе, вся вот эта фигня. А теперь скажите, пожалуйста, ну, все же ели пасту вкусную, настоящую, из дорогих сортов там пшеницы? Все же ели? Теперь внимание, то есть у вас сформировалась привычка кушать что-то хорошее. Теперь я вам говорю, внимание, о счастье, мы кушаем макароны из детского сада. Кто бы стал? Да мне кажется, вы голодным будете ходить, чем вы это съедите, правильно? А все еще детей-то кормят, нет? Да, боже, бедные, ну, с чего-то же надо начинать. Так вот, я хотела вам сказать, ребят, что когда ты начинаешь побеждать, когда ты приходишь хотя бы раз к победе какой-то значимой, когда ты себя не кидаешь по дороге, то есть ты поставил себе цель, потом думаешь, ну, ладно, хорошо, я эту цель немножечко уменьшу. Ну, ладно, хорошо, я ее не уменьшу, но отложу на там через два года, наверное, я как бы вот что-то, так, я знаю про тайминг, поэтому не нагнетайте, пожалуйста, мне нужно еще две минутки. Две минуты поговорить с людьми о целях. Так вот, ребят, за это надо биться. К вопросу о том, почему важны победы в жизни, когда ты хоть раз в жизни чистую победу свою сделаешь, вот прям так, как ты ее запланировал, когда ты проживешь ее, когда ты позволишь себе получить свою награду, и не так, что, знаете, я обслуживаю там, вот моим партнером будет счастье, и моим там куратором будет счастье, еще кому-то будет счастье, да тебе будет счастье. Когда ты сам свою победу проживешь, ты этот вкус потом больше никогда в жизни ни с чем не спутаешь. Когда в твоей жизни появляется этот навык, когда ты себя не кидаешь, когда ты не предаешь то, что тебе было важно, то это начинает, знаете, как сделанные правильно вовремя шаги меняют походку всей жизни, всей жизни. Сколько тебе сегодня лет? 30, 35, 40. Ты можешь поменять походку всей своей жизни, просто научая себя побеждать. И парадокс жизни, когда мы приходим, да, и начинаем разговаривать с людьми, строить свою команду, но парадокс жизни в том, что развиваться хотят те, кто и так развиваются. Спортом занимаются и так спортивные люди. Приходишь в спортзал, а там просто фитнес-бикини конкурс. Хочется спросить, ребят, что, что, что это происходит? Где? Видели такое когда-нибудь в спортзале? Когда приходишь и думаешь, боже, я буду ходить в другое время. Тут какие-то слишком идеальные люди приходят. Где все те, кому спортзал реально был бы полезен? Стремятся зарабатывать те люди, которые и так зарабатывают. Отсюда принцип-то какой? Тебе нужно перенести себя к победителям. Почему еще важно биться за победу, помимо всех плюшек, денег, которые там приносят в нашем бизнесе, если мы говорим про статусы и так далее. Но почему еще важно? Потому что тебе нужно перенести себя в лигу победителей. И, возможно, тебе сначала будет крайне некомфортно, потому что они там все говорят про статусы, про достижения, про карьеру и так далее. А ты пришел и тебе поговорить с ними не о чем. Но вот этот момент, проживи, пожалуйста, этот дискомфорт. Оттолкнись от него, как от пружины. Пусть она тебя просто выкинет. У меня, знаете, это вот сейчас я такая Наташа Сорокина, стою там на сцене, меня утром собирает моя помощница по красоте и так далее. Да нет же, у меня 14 лет опыта за спиной моей партнерской программы. И когда я начинала, были моменты, когда у меня вообще практически вся команда разваливалась прямо ровно перед событием. Я приходила, и мне было настолько стрёмно, что я такая вот какая-то неуклюжая, что все вон чё, я вон чё. И в прошлогодном платье еще до кучи. И сидела где-то на галерке, чтобы меня не видно было. Я же знаю, почему люди на галерку прячутся. Я говорю, откуда вы думаете, я всё это знаю? И вот этот момент, понимаете, пробиться надо за то, чтобы ты себя вытолкнул, прожил вот эту пружину. Позволь себе, если тебе что-то где-то не устраивает, не нравится, прожать эту пружину до конца. Черпай энергию из вот этого. Есть такое состояние, называется ЧСМ. В курсе, что это такое? Чувствую себя судаком, но на буквы. Все поняли, да? Вот это состояние, когда тебя дико не устраивает то, где ты находишься. Оно уж вот прям жжёт. Вот из этого состояния сделай себе не дыру в сердце, когда ты думаешь, ну вот, ну я, ну как. Сделай себе из этого состояния трамплин, с которого ты прыгнешь и закроешь квалификацию. Перенеси себя к тем, кто побеждает. Ещё один принцип, это будет уже последний принцип, сделай ставку на себя. Ребята, знаете, вот я разговаривала опять же с людьми, и некоторые новички, с кем перед итогами года мы разговаривали, я говорю, почему ты не едешь на итоги года? И мне люди говорили, ну ты знаешь, у вас же есть люди, кто не доехали? Есть. Вам тоже все это говорили? Ну ты знаешь, вот что я буду тратить деньги, я вроде как там только зарегистрировался, что же буду тратить деньги, а вдруг я потрачу там и вот ещё ничего не получу и так далее. И я говорю, слушай, подожди, подожди, но ты на эти деньги, что ты купишь на эти деньги? Скорее всего, ну там айфон, например, да, и то не хватит на айфон. Там какую-то себе шмотку новую купишь. Я говорю, правильно я понимаю, что ты в свою шмотку веришь больше, чем в самого себя, реально? Это правда так? Неужели, если ты боишься на себя ставку сделать и сказать, я потрачу деньги, время, сила, я поставлю цель, у меня что-то не получилось, но я поставлю цель, потому что я в себя верю, я ставлю ставку на себя. Если ты на себя не поставишь, почему другие люди на тебя должны поставить. Ну как так? Делай ставку на себя всегда. Так, последний слайд, обещаю, это точно последний. На тему поражений. У меня не минорная тема, просто хочется укрепить вот именно вот этот слой, который про победу, чтобы вы могли отталкиваться от нижних уровней победы, идти наверх. По поводу того, что поражение часть пути. Я читала очень интересное интервью от Аллы Пугачевой. Нашей дорогой Примадонной России. И ей задали вопрос, можно ли совершать ошибки в жизни? Как вы к этому относитесь? Она говорит, да, конечно, можно совершать ошибки, но не надо их таскать с собой до пенсии. Господа, не надо таскать с собой до пенсии, не нужно их пересказывать одному, второму, третьему с гордостью, припоминая все детали. Все, не измеряя себя сегодняшнего тем, какой ты был раньше. Во вчерашнем дне тебя уже нет. Ты прямо сегодня можешь выбрать себе новые цели и задачи, и через год ты будешь стоять здесь в очень крутой квалификации, все будут аплодировать тебе. И теперь у меня для вас финальный вопрос. Когда нужно начинать работать на итоги года? На следующее. Понимаете, какая фишка? Если бы, например, вот представьте себе, что ты бы весь год провел в таком состоянии, что итоги будут вот через месяц. Через месяц. Вот это состояние, когда ты думаешь, так, надо быстрее купить там красивые платья, новые ботинки, там еще что-то, что-то, и тебе будут давать уже эту новую номинацию, то в каком бы ресурсе ты был? Согласись, ты был бы в очень крутом ресурсе. И тут кто-то подходит тебе и говорит, ну вот, там что-то, что-то. Ты бы стал фокусироваться на какие-то разговоры, которые тебя не ведут к цели и задаче? Да никогда бы ты не стал это делать, потому что для тебя время просто обрело бы очень большую ценность. Поэтому вы абсолютно правы, работать на итоги года нужно сегодня. И если ты целый год вот с сегодняшнего дня зарубишься сам с собой, прожить в состоянии, что итоги года через месяц, и ты так проживешь целый год в такой фокусировке, и ты поставишь ставку на себя, на себя любимому, вот ты сделаешь ставку, то 100% ты станешь лучшим, и награды на это стяне, они будут твои. Спасибо. Спасибо большое. Наталья Сорокина, партнер в статусе Гранд, премьер компании Global Intellect Service. Субтитры создавал DimaTorzok